Музыка Музыка Шесть часов ужинать даю Музыка Все, 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 после кино Музыка 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 Вот справка Музыка 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 Потому что с детдома так же, как было в записке, так я с детдома так и знаю, что я Исаак Платон, Исаак, был Исаак. А Платонович это уже командир фамилии, замкомандир по технике. С 1933 года и до 1941 в Баунском районе, там на Басманной улице, там детдом. А в 1941 же, перед войной, уже же мне 11-й год, узнал, что будет эвакуировать. Володька мне, товарищ, сказал, поедем, говорит, и там, значит, война началась, заставили в Белоруссию нас война, в Бобруйской области. Я читал газеты, не ожидал увидеть, это как живая легенда. Пока мы доехали, добрались туда, под товарняками, добирались, все. Нашли квартиру, вот. Я, значит, в это, поехали за дровами, тачкой на дров, насобирали, все, хозяйке привезти. Ну, а уже не вернулись мы, хозяйки. А мы попали в нейтральную полосу как раз, и не наши, и не немцы еще не зашли, и наши. У меня такой гвоздь был наточенный, расклепанный, с обоих сторон наточенный. Погода была такая, плохая дождь, все это все, слякоть. И разведчики вертались к Беденко, и это Егоров, и Горбунов. А Егоров нагнулся и услышал, в окопе храп, храпел. Ну, когда просветил фонариком, тогда все, смотрите, лежит человек, ну, темно, не видно, какой большой, маленький. А я прокинулся, и чуть гвоздем его не ударил. Он хотел, значит, ко мне эту такую взять меня, а я спал, а гвоздь в руке был. Вот, и потом, значит, когда это, вижу, что в форме своей, нашего, и, значит, они забрали меня, и я, значит, с ними пошел. Тише. Свои. Наши. Субтитры, субтитры, субтитры. Субтитры, 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 субтитры. Он чернявый, все было так нормально, все-то. Этот худее, он здоровее был. 75 было, он помер. В Москве похоронили, я был на кладбище, у него, знаю, где могилка его, на Новодевичьем кладбище. Ты какой, черт, здесь ночью ходишь, мерзавец. И что мальчишь, не качай. Ой, дяденька, не бейте меня, я коня твоего искал, носил, носил, целый день и целую ночь мотался, заплутал. О, холера, погибели на тебя, нет. Пустите меня, дяденька, меня мамку дом создают. О, холера. Шоу-чоу! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok У меня был мальчик на фронте. Я подобрал на фронте мальчика, вот так вот получилось, небольшой, ему где-то лет, наверное, было 10-12. Вся батарея его полюбила, этого мальчика. Я даже вам не могу сказать, что он так назвать, что он сын полка, он скорее был сын батареи. И когда мы переезжали через румынскую границу, через Пру, и он был рядом со мной, и подошла женщина в военной форме, пограничника, и подошла и сказала, что я пришла за вашим мальчиком. Он заплакал. Бросился ко мне, обнимался. Его стали уговаривать, что тебе лучше, что ты поедешь. Но расставание было тяжелым. Два шага вперед, шагаааам! Аш! Ай! Два! Три! Молодец, Красноармей и Солнцев! Ну что, Советскому Союзу! Это я живу вот так, вот. Красноармей и Солнцев. Вот так, пожалуйста, снимай, потому что негде жить. Выключателя нету, вот так делаю, вот. А выключатель делаю, я же не электрик, так все. А сейчас можете торгиться, вы думаете, что... Вот моя супруга. Парализована лежит, у нее левая нога, левая рука не работает. Потому что парализовала, после инсульт был, приступ. А, вот тише, сейчас делай. Инсульт был, приступ, и вот так парализовала все. Вот так. Это моя библиотека военная. Там все мемори, все разное, все. В Москве похоронены. Наш военный корреспондент был в нашей 8-й гвардейской армии. Показать нам с тобой на базу. Да, давай, как соседку. Я-то долго гуляла, иди, становись под дерево. Юрку сфотографировали? Давай я тебя обниму. Давай. Ну-ка, давай, дед. Нас с тобой фотографируют быстрее. А то иду домой. Ну, у вас этот сын полка живет, да? Да, да, да. Вот он, красавчик. В одном дворе через квартиру живет. Но вы его любите, уважаете? Ну, куда же дела ты его? Хоть и не любишь. Нам уже туда отправляться скоро. Любишь, не любишь. Лена, иди сфотографируй. С ним никогда. Я знаю, что говорят в нашем ЖЭХе, что у него нет документов на них. Так вы, извините, я могу нацепить тоже столько лет. А сколько есть живут действительно настоящих таких вот людей. Немыслимых слов. Помыслникам собирают всякую всячину. Да, как вы против нас, против советской власти идете. Советская власть нашла меня? А как, да. О, Господи, уже не говорил бы так. Да, как же вы думали? Скромности немножко надо. Я же подождал Одессу, это моя Одесса. Твоя? Да, вы приехали сюда до революции, и вот живете. Да, до революции. В 1885 году этот дом построен. И у меня тоже самое. А ваш не написано, когда построен. Ваш потом. А нас написано. С кем можно говорить, а? Вот вам и лисо человека. Слава Богу, что в сарае, а то как отдыхал на трамвайной постановке. Я же не хочу строить там. Я же хоромы не строю. Просто в сарае. Слава Богу, что жена есть. Просто в сарае, все. Я ничего там не делаю. Сейчас он уже козырный стал. Да. Давно валялся. И ходили, таскали его, притаскивали домой. Всем в двору. Я хочу строить там. Я хочу строить там. Я хочу строить там. Это инвалидов, достоверение, чужие. Так надо верить на совесть. Вот фамилия Раков Солнцев, через тире. Иван Платонович Раков Солнцев расписался. Борода моя, достоверение мое. Вот сын полка я, достоверение мое. Тоже Раков Солнцев. Исаак можно говорить, и Иван можно говорить. Так что не это. Центральный музей Министерства обороны Российской Федерации. Я же не вижу в этих очках. Окружной военный госпиталь. Оттуда пришли ответы, что он в этот момент не находился в госпитале. И вот с Центрального музея о том, что этот орден Красной Звезды вручен. Пилипенко Михаилов. Он даже носит чужой орден. У него нет ни одного удостоверения на боевой орден и на боевую медаль. Боевые медали у него за взятие Берлина, Кенигсберга, Будапешт, Вена, Берлин. Все это получается одновременно. В одно время. В один год и в один месяц. И Сталинград, и все. Все брал сразу. В одно время. Ну что, я все буду носить. Они же, как сказать, уже раз, один раз уворованы были. Потом по это, в стол находок подкинули. Все это, все как. Документы все с собой не носятся. А это взял для того, что раз. Есть одно удостоверение, но оно написано от руки карандашом. Когда ему задали вопрос, почему карандашом, он сказал, что в военкомате города Тирасполе в это время не было чернил. И написали ему карандашом удостоверение. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Дяденька, беденка, дяденька, дяденька, беденка. Черт. Это можно, пастушок. Бывает. Бывает, что ты солдат плачет. Да ведь что поделаешь, на то война. Сын полковник. Это сын полковник. Давай. Я тебя уже два раза позднее визу увидел. Батоныч? Батоныч. 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 Мы едем далеко, подальше от русской земли. Уеду. Придет время, уеду. Не буду здесь, в этом дворе жить. Нет. Более, дед. Уеду. Далеко, далеко уеду. Мы поедем, мы помчимся, под ручки утром рано. Люк с торпеда. Есть. Это дед моряк и я моряк. А вон, я не знаю, вон моряк, хитрый такой. Оно, давай нашу морскую. Раскинулось море широко. Мы это ж пели. И волны бушуны были вороты. Сережа, говоришь, мы едем далеко. А шо толку, подальше от русской земли? Подальше от русской земли. Я въеду. Израиль скоро въеду. Не надо. Вот так машину получу и... Не нужен нам берег Турецкий. Сужая земля не нужна. Нам нужен берег Турецкий. Не нужен берег Турецкий. Нет, не уезжай. Мы едем далеко, подальше от русской земли. Не езжай туда. Там, как будет, будет. Дед, не уезжай, я тебя люблю. Мы вместе. Моряк, он. Ну, он, я не знаю, моряк. Ну, морская десантная. Вы морские, на кораблях. Так, а мы с самолета, с парашюта, с самолета, морская десантная. Люксторпеда. Артиллерия, артиллерия, морская десантная. Вот здесь 411 батареи. Здесь у нас есть 411 батареи. Есть. Вот, а они не знают, есть. А я знаю. Я не знаю, не знаю, там такие горловины, узкие большие. Я тебя очень уважаю. Люксторпеда. Морякев есть моряки. Выпьем за Родину, выпьем за Сталина, выпьем и снова нальюм. Выпьем за тех, кто командовал ротами, кто замерзал на стеку, кто умирал на Рынии. Наш полк считает тебя своим сыном, Ванисов. Помни это. Так точно, товарищ гвардинг полковник. Теперь ты едешь учиться. Не срами же нас. Мы верим, что из тебя быть прекрасный офицер. Запомни. Всегда и везде ты должен быть верным сыном своей матери Родины. И достойным сыном, лучшего сына этой Родины, великого человека Сталина. Прощай, Ваня, солнце. Кадаться дальше офицером. Возвращай свой полк. Мы будем ждать тебя. Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» длинная у нас смотрю идет компания но едут наши не на откуда я знаю кто едет но знаю что немцы есть в городе у нас и я подойду к окну стучу и опять езжу он мне так с квартиры машет рукой и я захожу во двор а потом после войны я узнаю у нас партизаны во дворе были целая куча в погребе один раз я захожу в кухню а такие стены толстые там такая вот прогалина я стала и смотрю а там приемник а вот с москвой связан папа был а яша немела а он говорит имей ввиду кто-то узнает я тебя сюда в эту стенку и замурую папа я никому не скажу а можно я скажу бабушке а он горит или с бабушкой вдвоем там больше это что совсем никому не говорить он ведь нет это детская все я все прекрасно помню и с тех пор наверное я стала такой что я никогда лишнего слова нигде не говорила и ничего научили так родители сразу мы знаем что он действительно сын полка все мельницы понимаете а это вот этот маразм господи на него поднимают совесть будет все я все родину за освобождение украины сорок четвертый год да но все хорошее добрый день с праздником вас да спасибо небо хорошо что вы пришли но очень хорошо что вы пришли мы с ней немножко знакомы да и мы ждали хоть кто-то придет к нам во двор что почему почему хоть кто-то ходил человек хорошо вот так подойдите надо же поделиться и славой ну да вот наш Алексей Федорович сразу приема пришел спасить его помочь ему господи он несчастный человек в этой грязюке живет вы не заходили в квартиру Федорович не заходили в квартиру к нему нет не успела хотя бы я хочу не хочу не хотите да вы понимаете я сейчас скажу такое дело надо ему хоть как-то помочь хоть немножко что подождите ему сдавали квартиру вы же не знаете это я уже вот он ушел ему давали несколько квартир он их продал у нас документы есть я еще раз повторяю что он мог быть сыном полка мог быть где-то я уже сказал что у меня был мальчик девушки все мальчишки выпьем за освобождение одессы поэтому я вам говорю выпейте за праздник очень хорошо этот хороший праздник случайно какие события вот такой за праздник дай бог чтоб все были дружные и русские евреи карантин я тоже хотел сказать вам скажу вы видели вот мечеть построили на ленина так вот понимаете там написано очень-очень красивое извращение написано там такое дело там написано вот так бог един на мечети что бог един что он один для всех а а а а а а а и КОНЕЦ КОНЕЦ Взвод встать! Занятие окончено. Вольно разойдись. КОНЕЦ 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 СЕЛЕН Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Был сам и остался сам Ваня, иди погрейся и скажи Хочу в Москву, в Бауманский район, там где я был, в детдоме Заберите меня обратно отсюда Давай Говори, не падай духом Так, падай духом Ну, нету жены, все, я теперь все Падаю Иди погрейся и придешь Говори Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok